Что это такое? Это то, что я очень люблю делать. Я очень люблю готовить. В действительности, да. То есть, если даже куда-нибудь уеду, куда-нибудь подальше, да, к слову о том, насколько хорошо готовят. Морсиане очень хорошо готовят, мужики-то вообще отлично готовят. Вот. Это мама, моя бывшая супруга приготовила, а я буду готовить другую штуку. Вот. Я сделаю замечательный бараний супчик. Не бараний, в смысле. Чего я заказываю? Чего же сегодня косячат, а? Я возьму сегодня говядину, да, и сделаю замечательный бразильский супчик. Говядина и помидоры. Туда я добавлю тмин и цедру лимонную. Я даже сейчас не знаю, как это делается. Но я делал уже неоднократно и скажу, что это изумительный вариант. Да-да-да-да-да. Теперь на чем мы будем готовить? Во, на чем мы будем готовить? К слову о том... К слову о том... К слову о том... Мы готовим на газу. Газ. Хорошая штука. Нас типа греет. Тут греет наши кастрюли. Наверное, хорошо. Но... А вот вернемся на круги своя. Лет, наверное, на 150 назад. Тогда газа не было. То бишь, что мы сейчас делаем? Господа мои, Мы съедаем то, что нам не принадлежит. Это нам не принадлежит. Это в свое время были такие штуки достаточно давно. Когда везде и всюду... Ну, в России не так уж часто и это есть, по сути, событие. Потому что, когда мы говорим про газ, что это такое? Ну, наверное, это тоже что-то изнутри. А может быть, это еще и давящее то, что было снаружи. То есть каменный уголь, это что такое? Это был лес. Из-за миллиона, из-за миллиарды лет существования он превратился в каменный уголь. Мы сейчас съедаем то, что принадлежит планете Земля. Что же мы делаем такие? Что же мы за говнюки такие человечество-то? Представляете, да? Мы это все съедаем. Мы это сами не сделали. Мы съедаем то, что дает нам природа. Мало того, в этой дивной стране... Дивная страна чем занимается? Она просто продает то, что находится внутри. Ну, в пределах 50 лет она это дело продает. Чуть-чуть больше, естественно. А до этого чем Россия-то занималась? Ну, чем Россия занималась до того, когда у нас образовались полезные ископаемые? Да нет, мы продавали, во-первых, продукты земли. Какие продукты? То есть мы продавали пшеницу, естественно, и все остальное. Это была работа. А то, что сейчас? Это разве работа? Это работа на говнюков, которые решили все это дело выкачать. Выкачивайте, выкачивайте. Вы же не слушаете, не думаете, что вам говорит Господь Бог. Это ваши проблемы. К слову о том, что да, газа-то в свое время-то и не было. Представляете, сколько человек существовал, будем говорить, что 10 тысяч лет. И вот на последних ста летиях оказалось, что машины могут ездить на бензине, и газ тоже может загораться. А до этого как-то нет. То есть до этого как-то жили, а теперь как-то не живем. До этого даже без холодильника жили. Спокойно жили и нормально. Теперь, чем газ хорош и чем он опасен? Ну, в связи с тем, что я как бы закончил энергетический факультет. Специальности у меня была теплофизика и автоматизация работы в металлургии. Да, да, да. А на втором курсе или на первом, я уже не знаю где, мы проходили газовый анализ. Ну, естественно. Вы думаете, и это я не умею делать? Нет, умею. Много чего в этой жизни умею. Кушать готовить тоже. Ну, это я сам. Так вот. Мало того, как бы насчет газа, да, да, да. Это только первоначальное было. А потом многие вещи там изучали. И как у нас каупер взорвался, да? То есть, есть определенная штука такая. В определенной части, в определенной части, когда газ вот этот обыкновенный накапливается в это помещение, он может так бабахнуть. Вау, это будет кошмар. Понимаете, да? То бишь, мы топимся тем, что может взорваться. В смысле, и обогреваемся, и еду готовим на том, что может взорваться. То есть, вы понимаете, да? Или не понимаете? Так я вам 350 раз говорю, что мы этим делом занимаемся. И что в результате получается, да? В результате взрывы. К слову о том, что не только просто вот эти газовые баллоны, плита может взорваться. Хотя в плите у нас здесь находится метан. Иногда взрываются и пропановые баллоны. Причем так они взрываются, что кошмар. Вы не знаете? То есть, ну что ж. Это вы в Магнитогорске типа не знаете. Точно вы же эти в Магнитогорске ничего не знаете, да? А Новый год, помните? Ну, многие считают, что это был террористический акт. А иначе почему? Наш самый, кстати, хороший, нормальный и лучший магнитогорский менеджер, который управлял, ну, к сожалению, не так управлял, как Петр Иванович Сумин. Вот Петр Иванович Сумин тут управлял красиво и ровно. Про Петре Ивановичу Сумину не нужно было ездить на 600-м Морсадесе. 19 тысяч платя, и все. Сегодня, сейчас эти 19 тысяч превосли 62. То есть, я не понимаю, мы что, мы вот здесь, в этом месте живем, как в Москве, что ли? Так я не против, давайте нам зарплату, как в московскую. А что, не получается, да? Не получается, то есть, зарплата, это машина у вас такие же. То есть, вы должны столько же платить, да вы говно. Нормальные люди так себя не ведут. Нормальные люди, как Петр Иванович Сумин, они обращались к народу. А то, чем вы сейчас занимаетесь, ну, я не знаю, это не мне опять же судить. Вот, вот он хороший человек был, да, он хороший человек был. А этот, ну, вот, вот, в связи с тем, что у нас что-то бабахнуло, и вот сразу, хоп, и сразу, зона, зона. Ну, я еще раз вам говорю, в связи с тем, что я занимаюсь на телевидении уже 26-й год, я вам 100% говорю, что все, кто там, все воруют, все-все-все воруют. Везде и всюду все воруют, понимаете, да? Клево. Вот, и сразу же типа зона. То есть взорвали, плохо, и типа зона. Ну, у нас по-другому как-то не получается. И совсем недавно тоже такое же случилось, другое место. Хорошее местечко раньше было. Сегодня все это дело в Перекраине, ну, естественно, ну, да ладно. То есть пришел человек, ну, может быть, газовый баллон взорвался. И когда газовый баллон взорвается, вот, допустим, из чего создана наша мебель? Ну, вот это ДСП. Спрессованное, естественно. Может быть, ламинат. Не знаю, о чем идет вещь. Все равно горит, понимаете? На полах что у меня? На полах в данном случае линолен. Он что, не будет гореть? Да загорит. Вот это испанский кафель. Честно-честно. Дальше. Мне нравятся мои двери. Они из лиственницы. Не горит? Горит, горит. Ламинат горит. Да все горит. Потолки. Вот, во, потолки. И начинается все, конечно, с потолков. Потому что мы говорим, что потолки, потолки, это что такое? Это натяжной материал, который махом взрывается и загорается, естественно. И все. То бишь, чуть-чуть и маленько, и даже если это ваше красивое мероприятие, оно все равно так же сгорит. Сгорит, и все, и приехали. Вот так же примерно сгорело то, что тут случилось. И кому все это дело отдали на ремонт? Есть очень хорошая контора. Мне она нравится, естественно. Уже 10 лет как вместе практически. Водомер. Давайте посмотрим, как они это сделали. То бишь, бабахнуло. А потом обратились к водомеру. Что они сделали? И как это получилось? Вот сюда мы сейчас проедем. Я не буду говорить про качество. Зная о том, как в Магнитогорске делается ремонт, я скажу, что с большим удовольствием я бы обратился к водомеру. Он хоть переделывает, а не скрывается. Причем, если сам накосячил, делает за свой счет. А таких реально мало. Меня на момент аварии здесь не было. Я приехал показать то, что было сделано руками водомера. Вы не видите, а я вижу. Идеально сделанные подъезды. Все было либо переделано, либо отремонтировано. Такое ощущение, что в бытность Брежневки и эта бытность перевернулась в новый дом. Потому что все реально сделано тем, кто работает. Так кто работает? Водомер. Вот кто. Теперь вопрос о финансах. Просто вопрос о том, почему оборонка не страдает от унизительных траток на строительство и ремонт, а работает на уникальность. Но то, где мы живем, от него страдаем. То есть, мы должны, страдая, работать на оборонку, во как! Но страдая, идеал получить сложно. Вы об этом не думали? Тут вопрос то другой. Если мы хотим качество, то нужно полное качественное понятие жизни. И вот вопрос. Вам не нравился социализм? И вы хотите получить больше, не платя ни копейки гражданам, проводя унизительные, по сути, аукционы, где вы снижаете цены? Только вот на сколько? И вероятность событий на ваших глазах? Вы не видите, но даже в космосе мы страдаем. 30 миллиардеров могут быть миллиардерами, но воровство, и это совсем не качество. Все то же самое не в Москве. В любом месте, где человек недополучает все так же. В водомере все по-другому. Да, обдирает, но выбрав лучшего, выбрав лучшего в состоянии работы, можно дать и деньги, и план. К слову о том, кто реально может работать на перспективу. А таких-то мало. Мало, но есть. Вот такие работают в водомере. Я же говорю, практически идеал. Но в этом идеале лучшая работа. Вот говорят, работает до упаду, а затем будет все хорошо. Но немногие умеют это делать. Вы развалили страну неуплатой финансов. Вот как же вы можете вернуть то, когда тех, кто хочет и умеет всего 5%? Такие есть. Но таким нравится сам водомер. Быстро, качественно, да идеал, не в идеальном мире. Вот кто работает на ура!